И вы все эти шесть лет задаете вопрос, почему так произошло? Почему они не встали на защиту целостности страны, а наоборот, изменили присяги? Я думаю, что это может быть обусловлено тем, что угрозу, мнимую угрозу в Крыму и центральные власти Украины, и местные крымские власти, там в лице того же Модилёва, видели не в России и не в военных, находящихся на базах, в Севастополе и так далее, а в крымских татарах. И вот эта бесполезная и бессмысленная борьба против крымских татар, фокусирование на их каких-то отличиях от русских и украинцев, проживающих в Крыму, наверное, послужило причиной того, что контроль за теми сотрудниками СБУ, сотрудниками милиции, за теми военными, которые должны были осуществляться центральными властями, не осуществлялся в должной степени. То есть, да, есть плохие крымские татары, они там захватывают земли, они еще что-то делают такое, а реальную угрозу никто не оценивал. А что касается, ну, почему, как бы, ну, деньги, я думаю, что и подкупали кого-то, и угрожали кому-то. Этих историй масса, как эмиссары Кремля разъезжали по Крыму в эти дни, это было и до 26 февраля. И я знаю, какую работу проводили с флотом украинским в Крыму. То есть, по всей видимости, план был намечен заранее Кремлем, а Украина просто оказалась не готова к этому. Это вы информацию черпаете от общения с очевидцами, или есть какие-то документы, что ты это подтверждаешь? Нет, ну, это, скажем так, совокупность. Есть какое-то количество документов, и местами даже очень интересных. Например, против патриотов в митинге 26 февраля использовалась российская частная военная компания. То есть, приехали люди из Севастополя, это были представители ЧВК. И именно... Не Магнер, случайно, нет? Нет, она называлась Черное море, причем эту справку подготовили российские полицейские с Центром противодействия экстремизма, следователи. То есть, это не то, что там вымышленные какие-то, значит, украинские следователи придумали ЧВК. Да, это сами российские полицейские написали отчет. И, собственно, после приезда этих людей и началась активная фаза митинга, когда было толкание, когда были локальные стычки и так далее. То есть, их задача была раскачать, спровоцировать эту ситуацию. Что-то говорят действительно очевидцы, люди, которые так или иначе были связаны с этими событиями. Продолжение следует...